В этом году исполняется 130 лет со дня рождения кулагеру казахской литературы Ильясу Жансугурову. Ильяс Жансугуров снял заметный вклад в развитие национальной поэтической культуры, творчески развил традиции казахского устного народного творчества. После окончания института поэт стал первым среди казахов профессиональным журналистом, получившим образование в Москве. Ильяс Жансугуров участвовал в составлении учебников для школ и первого казахского календаря, занимался литературной критикой, подготовкой к печати произведений казахского фольклора, художественным переводом. Ильяс Жансугуров оставил нам богатое литературное наследие, поэма «Степь», в которой отражены важные этапы истории Казахстана, знаменитое произведение «Кулагер», которое автор посвятил поэту и музыканту XIX века Аканусире. Литератор обращался к вопросам воспитания детей, например, в произведениях «Байшубар» и «Балаларат Арту». Писал для них сказки на тему нравственности и театрического воспитания. В поэмах «Куй», «Куйши» Жансугуров проявил себя как знаток национальной музыки. В своем творчестве он выступал и как драматург, писал театральные пьесы. Известны также переводы Ильяна Жансугурова, стихов и прозы Гейны, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Горького, Маяковского, Юго. Ильяна Жансугуров первым полностью перевел на казахский язык роман Евгений Анникин. В 1932 году он стал председателем Казахского организационного комитета Союза писателей СССР, а к 1937 году членом ЦИК Казахстана. Как патриот своего народа, Жансугуров не мог спокойно относиться к перегибам, допущенным в ходе коллективизации. В августе 1937 года Илья Жансугуров стал жертвой политических репрессий. По ложному родному он был заключен под арест 26 февраля 1938 года. По приговору и решению тройки Илья Жансугуров был расстрелян. Обращаем ваше внимание на сборник документов и письма-дневники, в котором опубликованы документы из архивных фондов. Как рассказывает дочь поэта Ильха Жандосова Жансугурова, во время ареста исчезли рукописи поэмы «Кулакер». Со всех библиотек были изъяты номера газеты «Социалистик Казахстан», в которой печаталась поэма. После реабилитации Ильяса Жансугурова подшивку с номерами газеты принес семье Ильяса Сапаргали-Бегалин. Он 20 лет хранил их зашитыми в подушку. Одну часть архива поэта сохранил родственник жены Ильяса, Осман Желикбаев в своем ауле, а вторую часть 1943 года хранил следователь НКВД Голубятников, который дал расписку о ее уничтожении. В этом архиве был найден роман Зусабека Аймаутова «Отбелек». Этот роман от властей прятал сам Ильяс Жансугуров. Ильяс Жансугуров реабилитирован в 1958 году. Посмертная реабилитация почти через четверть века вернула в жизнь его замечательные произведения. Они были вновь переизданы и возвращены к народу. Творчество Жансугурова многогранно. Талант его самобытен, как самоцвет. Его поэзия пал на глубоких дух, больших чувств, гражданственности. Она жизненно правдива, сотворена высокой мечтой.